Как есть, или точнее в каком общепите предпочитают подкрепляться горожане Алматы? Этот вопрос уже на протяжении 9 лет выясняют организаторы рестабарной премии под чутким руководством Меруерча Кербаевой. Если в самом начале открытия данного проекта многие владельцы с некоторым подозрением относились к нему, то сегодня рестораторы с большим удовольствием принимают в нем участие. Кстати, в этом году учредители номинировали 220 ресторанов города в 11 номинациях. Голосуют обычные казахстанцы, которые потребляют этот продукт, которые ходят в эти рестораны. У нас специальный сайт award.vod.kz, куда они заходят, там есть 11 номинаций. В каждой номинации они могут проголосовать за свои любимые рестораны. Могут выбрать не один ресторан, могут выбрать сразу три в этой категории, но голосовать могут только один раз в день с одного IP-адреса. Это для того, чтобы не было накрутки голосов и чтобы голосование было честное. Номинации ежегодно меняются согласно сегодняшнему рынку. Например, в прошлом сезоне рестораторы боролись за звание лучшего продвижения в Инстаграме. А в этом году большим успехом пользуется категория «Открытие года». Кстати, в этой номинации надеется победить коллектив Андрея Мокич, который акцентирует внимание на средневосточной кухне. Мы часто путешествуем, смотрим, что происходит в мире и находясь летом в Киеве. Мы были в ресторане средневосточной кухни, после чего мы поехали в книжный магазин и случайным образом попала книга «Юресалим». Это поваренная книга для поваров. И после того, как мы начали изучать эту книгу, начали пробовать, готовить, мы поняли, что эта кухня достаточно интересная, колоритная. Кухня основана на трех культурах. Это Европа, Азия и Африка. И спустя некоторое время разработали концепцию и начали его реализовывать. Специально пригласили шеф-повара из Израиля, который в течение двух месяцев обучал персонал особенностям технологии данной кухни. Андрей Мокич говорит, что они очень часто обновляют меню и пытаются постоянно экспериментировать и совершенствоваться. Кухня у нас иерусалимская. Это не кошерная кухня. Кухня – это смесь нескольких направлений. Это иудейская, христианская, арабская кухня. Много необычных сочетаний. Это мясо со сладкими гарнирами. Много всяких паст из кукурузы, из сладкого картофеля. Во всех блюдах преобладает лимон, чеснок и зира. Жителям Алматы пришлось по вкусу. Это необычная средневосточная кухня. Кстати, это первый проект в нашей стране, где таким образом сочетаются элементы трех культур. Данный ресторан любят посещать не только местные горожане, но и люди, которые переехали из других стран. Для меня это весьма обычная, поскольку я сам из Израиля. И открыть эти две страны для меня было очень приятно, что я очень скучал. Эта кухня, которую я привык есть в Тель-Авиве, и она была здесь с вами доступна. Теперь иерусалимская кухня стала доступна каждому жителю и гостям города Алматы. А победить ли данный ресторан в номинации «Открытие года» в рестобарной премии, как есть, станет известно через считанные недели. Хайрат Урынов на зерке Садыкова, Роман Ван. Специально для Жангакын. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова